Микс Ньюс Добрый день! Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком и в эфире программа «Зелёная лампа» программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать В студии я веду сегодня программу журналист Ольга Авдевич звукооператор у нас сегодня Родион Золотарёв и гость нашей программы художница Агния Германа Это удивительно светлый, добрый, яркий мастер Я считаю, что это просто самая красивая и светлая художница в современном латвийском изобразительном искусстве Она добавляет радости и света в нашу реальность Да, Агния, я так считаю Добрый день! Здравствуйте! Мы будем с Агнией на «ты», потому что мы с ней знакомы уже много лет Много лет назад мы участвовали в одном очень интересном международном проекте для художников и журналистов Это была поездка в Болгарию И мы готовили выставку, как латвийские художники по-разному видят Болгарию А сегодня я напомню, что наша программа помогает замечательному мальчишке Матис Лиманес Ему 17 лет Он живёт в посёлке Нитауре Это Аматский край, достаточно далеко от Реги Живёт с мамой и папой Папа работает в лесничестве Мама ухаживает за мальчиком Мальчику до 6 лет Матис был совершенно обыкновенный, нормальный мальчишка И в 6 лет, как ни странно, это произошло во время занятий танцами Потому что родители его отдали в кружок танцев Вдруг у него возникли судороги в ногах И начались проблемы со здоровьем Сначала была слабость, потом это сложности, например, чтобы подняться по лестнице Или какую-то нагрузку выдержать Стали искать причину, делали генетический анализ И обнаружили, что это такая деформация мышц, которая ведёт к деформации позвоночника И 6 лет назад, в 12 лет, Матису пришлось сесть в инвалидную коляску И сейчас он находится в этой инвалидной коляске И ему срочно до ноября нужно собрать средства на поддерживающую опору для позвоночника И наш телефон 93006383 Это 1,42 евро за звонок Работает для Матиса В течение часа мы будем рассказывать об этом мальчике О том, что это за человек, что он любит, о чём он думает, на что он надеется Потому что он действительно очень интересный, талантливый мальчишка И, кстати, любит рисовать Любит рисовать И у нас сегодня в гостях художница Агния Так получилось, что однажды зрители признали её автором картины года Расскажи, пожалуйста Нет, я, например, даже не знала, что существует такая традиция Что в Латвии выбирается картина года И зрители выбирают, то есть профессионалы выбирают свою картину года А зрители выбирают свою картину года И однажды зрители выбрали картины года, картину Агнии За что я, конечно, им очень благодарна Но это была замечательная галерея в Старой Риге Которая просуществовала, по-моему, 20 лет Галерея искусствоведа Аги Исуна Которая, сотрудничая с Аулсбанком И потом Хансебанком, может быть, я ошибаюсь Делала такие призы для художников Собирала выставку в конце года И называлась картина года Уже пару лет этой галереи, которая была единственная тогда Такая профессиональная, хорошая галерея в Старой Риге Не стала К сожалению К сожалению, да Она сейчас существует в виртуальном виде Люди еще делают выставки, да, и еще как-то работает И собирает какие-то проекты Но этой самой галереи нет Что было, конечно, очень печально для художников А вот картина года с таким очень замысловатым, интересным названием Ну, там совсем простое название Помещения, они были большие Там можно было что-то такого среднего размера принести И я несколько лет участвовала И тот год тоже принесла картину Но у меня там была немножко история Я думаю, почему зрителям понравилось Потому что тот год как раз вышел фильм Замечательных наших документалистов Ивар Селецкий, Сайтал и Валдсмаргевич Которые сняли третий фильм на тему Улицы поперечной В принципе, это классика нашего документального латвийского кино Да, если кто-то еще не видел Можно посмотреть в интернете Эти две первые фильмы точно есть Не знаю, как третий, может быть, там за деньги Но они есть, они замечательные Это мне очень близкая тема Такая, ну, как бы истории Людские истории Их судьбы Как кто прожил, получается, там послевоенные годы Там люди, снятые в 80-х годах Еще вспоминают там ссылки в Сибирь И как они там после войны там мучились И как проживали И как, что каждый делает до сих пор И потом был этот жуткий капитализм В наших 90-х годах Еще один фильм Как кто-то там сделал бизнес Кто-то не сделал Кто-то заболел Кто-то уехал И как это все случалось И сейчас был третий И я каким-то боком участвовала в этом Потому что это наш район, где мы живем Тоже уже сколько-то, 30 больше лет Улица Поперечная начинается с улицы Гриевос Где довольно много домов в 60-х годах С художественными мастерскими на последних этажах И вот я еще у папы там жила И знала эту улицу Поперечную Это наши соседи Там некоторые из этих Этих людей, которые там участвуют Мы в одних магазинах там продукты закупали То есть это такой свой отдельный внутренний мир в Риге Это улица Поперечная Каждый район, я думаю, что в Чекуркаунсе Также там соседи друг друга знают, видят И так же у нас там Ну вот и мы по поводу премьеры фильма Там устраивали пленэр Как раз у Талава Самаргевича в его саду Он приглашал художников Мы осенью писали пейзажи И потом возникла идея, что можно написать портреты этих действующих лиц И мы познакомились с каждым Там у нас был такой сеанс Я, мой отец Юрис Германис Еще там Сильвия Мешкон Еще несколько художников Пописали и выставили потом на премьере В кинотеатре Рига выставку И это моя картина там была Значит, ее увидели не только художники Которые обычно ходят на выставки зрителей А еще те, которые любят кино Я думаю, что у меня был дополнительный такой рекламный ход Это очень приятное такое признание, да? Я там ничего специально не делала Я нарисовала Но это очень добрая, очень светлая картина В принципе, незамысловатая такая Это просто улица поперечная Как Агния сама говорит Ну что там, я просто лужи нарисовала Но надо и нарисовать так весенние лужи Чтобы вот у человека было так радостно на душе Я не знаю, насколько это было радостно Наверное, это все-таки была такая радость через слезы Потому что она вся была залита там дождем и такая Но такая сентиментальность латышская Там тоже присутствовала Смех сквозь слезы там был Вот здесь надо добавить, что Агния из очень легендарной художественной семьи Отец знаменитый художник Юрис Германис У отца Юриса есть брат-близнец Андрис Германис Андрейс Андрейс И он тоже художник То есть это вообще удивительно красивые такие люди Вот два бородача такие Как два профессора Вот они практически одинаковые Близнецы оба художника И вот Агния, значит, дочка Юриса А в прошлом году вся культурно-художественная общественность в Латвии Отметила юбилей художников Германис Вот Агния, а что ты подарила им? Да, было такое, да У папы и у Андрея У обоих были такие юбилейные выставки Ну, у меня случилось сотрудничество с Шавляйской галереей Университета Шавляйского Там очень хорошая, большая, светлая галерея Такая, каких в Риге очень мало К сожалению Да И мне предложили выставку И когда, когда И мне уже там были Одна персональная выставка Я там участвовала в пленэре Совместная выставка была И галерист предложил делать совместную выставку с папой Его интересовала, конечно, тоже эта семейная тема Что отец художник, дочь И как этот контекст получится в выставке Ну и я волновалась, поняла Но опять рекламный такой ход Надо что-то делать Но просто поставить рядом свои картины Какие они есть рядом с папой Мне показалось, что мы друг друга Немножко будем толкать как-то Что-то есть похожее Но, может быть, как-то конкурировать Потом я придумала, что Ну, мне надо что-то посвящать папе Что-то другое делать И я придумала тему Папины рассказы Буду делать такой Культ личности Посвящу я свои картины папе И тогда все равно, какие они будут Они будут в контексте И главный был папа Он там занял две трети этой всей галереи И у меня были большие четыре картины Про папины истории Вот такое И сейчас в этом году уже получилось Что я их пару из них выставила в Риге Сейчас в Риге открылась такая галерея Которая может соперничать С любой литовской большой галереей Музеум ЛВ и Грата ЕЕ То, что мы хотели тоже отметить По этому поводу меня, может быть, пригласили Потому что это как-то меня Этой осенью актуализировало Да, недавно Недавно вот в этом новом выставочном центре Музеем ЛВ и Грата Выставка прошла Ну вот реально с успехом прошла Выставка Агнии И ее друзей Вообще критики отметили, что По латвийским меркам Это такая была экспозиция Очень заметная Практически, можно сказать, монументальная И мы обязательно поговорим об этом После новостей и рекламы А пока напомним, что на этой неделе Мы помогаем 17-летнему Матису Лимонису До ноября молодому человеку Нужно собрать деньги На поддерживающую опору для позвоночника Потому что сейчас позвоночник Деформируется таким образом Что мальчик не может сидеть Ему больно и тяжело дышать И эту проблему нужно срочно решать Эстонские специалисты из клиники Орто Симейстер Берутся изготовить поддерживающую опору По системе Алпекс Такой стабилизатор для спины И цена вопроса 3882 евро Уже, наверное, меньше Потому что мы смотрели С утра мы опубликовали информацию И мы всегда подчеркиваем Что наши читатели сайта Микс Ньюс И слушатели Радио Болтком Самые добрые, самые вдумчивые Самые отзывчивые Уже какая-то сумма пожертвована И мы просим вашей помощи А сейчас у нас перерыв на новости И рекламу на несколько минут И оставайтесь с нами Добрый день В эфире программа «Зеленая лампа» Благотворительная программа О тех, кому нужна наша помощь И для тех, кто хочет помогать Веду ее я, Ольга Авдевич И гость нашей студии Художница Агния Германа И мы говорили о том Что недавно в новом выставочном зале Музеем ЛВ и Грата Прошла выставка Агнии Германа и ее друзей С очень интересным названием Настоящая продолженная Агния, вот расскажи чуть-чуть Об этом проекте Ну это был большой подарок Это новая галерея для всех рыжан Для всех художников в Латвии И особенно для того поколения Которое немножко выпало Из такой актуальной Выставочной деятельности Которым 40, 50, 60 Которые вот Эти две руководительницы галереи Они придумали, что вот их поколение Они хотят показать На выставках Замечательные помещения Два этажа выставочных помещений Ну я не знаю Какая галерея еще Кроме Ригас Макс Ласталп Которая конечно Еще больше Может вообще похвастаться Такими Такими красивыми Помещениями Для Только для искусства И мне это был Подарок судьбы Мне предложили Первую персональную выставку После двух совместных выставок Где была Ну Тоже группа художников Которые я участвовала И теперь была Весь сентябрь Моя выставка Персональная Вот меня лично Очень на этой выставке По-доброму поразили Твои картины Из цикла Путешествия по Индии А Вот скажи пожалуйста В Индию Все обычно ездят За каким-то Духовным опытом Люди, которые ищут Какого-то Духовного развития Вот в этом смысле Тебе как-то Индия Повернулась Каким-то боком Да Меня эти стереотипы Не очень интересовали Конечно Там в 16 лет Я буддизмом увлекалась И потом много Всякого читала И там Все Все как Как у всех Да Но В Индию Пригласили Меня Участвовать В художественном Пленере Там было С многих стран Художники И устраивали Художники Это И они нас возили Показывали Но Этот проект Тоже был связан Благотворительностью Таким образом Что Мы жили В таком Университетском Городке Где С начальной школы До университета Это был Частный проект Одного Мультимиллиардера Который Все это создал На свои средства Ну изначально Во всяком случае Как пожертвование Он сам был Из бедной семьи Крестьянской Выбился В люди Какими-то Этой Технологиями Заработал Свои миллионы И И так понял Что ему Надо делиться С такими же Ребятами Как он И там В школе Там все построено Там жилье Все бесплатно Для Как раз Для Детей Из бедных Семей И там В этой школе Учится 25 тысяч Ребят И мы Были в экскурсии И смотрели Как это все Выглядит Ну там Такой Ну такой Социализм В принципе 25 тысяч Детей Это невероятная Организация Как это вообще Можно Мы там были В этих кухнях И там И смотрели Где у них Там эти Спальные корпусы И все Это Невероятно Такое Ну Ну как Скудерпуз Как муравейник Как муравейник Да И все Так Там Нету Такого Чувства Что кто-то Там Стоит Рядом С плеткой И их Там Дрессирует Они там Тихо Спокойно Они наверное Как-то там Не знаю С рождения Осознаешь Что их так много Что надо Ну Соблюдать Дисциплину И какую-то Толерантность Друг к другу Там все Как-то действовало Но вот это Очень могущественный Благотворительный проект Человек живет Своей Жизнью Простого человека Он делает Свою работу Ему ничего лишнего Не надо И все Что он зарабатывает Он вкладывает Вот в этот проект Удивительно Не могу не поделиться Мне Раз уже Говорим об Индии Вот недавно На глаза попалась Такая Индийская Народная мудрость Очень мне понравилось Вот хочу рассказать Как маленькая притча Значит Что одна Бедная Индийская Женщина Каждый день Пекла две лепешки Одну для своей семьи А одну Она ставила На тарелке На подоконник И чтобы ее взял Любой прохожий Которому она Нужна в этот момент Которую Вот хочет есть И каждый раз Когда она ставила Значит Эту лепешку Она Обращалась К Богу И просила За своего сына Который ушел Давно из дома В поисках лучшей доли В поисках работы Она ничего о нем Не знала И вот она Попросила Сохранить его сына И Как-то она заметила Что каждый день Уже Несколько дней подряд Эту лепешку берет Такой неприветливый горбун Он ее забирает И говорит Ваше зло остается с вами А добро к вам вернется И эта женщина Все никак не могла понять Что он имеет в виду И вот каждый день Значит Она ставила эту лепешку И именно этот горбун Ее забирал И говорил Ваше зло остается с вами А добро возвращается А она хотела Какой-то вот Отдачи Благодарности Чтобы он как-то Открыл сердце Поблагодарил Улыбнулся И однажды Как-то она была раздражена Она взяла И подсыпала Решила Вот завязать С этим горбуном Покончить И подсыпала Чуть-чуть яда В лепешку И поставила На подоконник Тут у нее задрожали руки Она ужаснулась Тому что она могла сделать Она кинула лепешку В огонь И спекла новую Поставила ее На подоконник Пришел горбун И сказал Эту фразу Которую она все Никак не могла понять Ваше зло Остается с вами А добро К вам вернется Вечером Раздался стук В дверь На пороге Стоял ее сын Изможденный Израненный Весь ободранный Сказал Мама Я чудом Добрался до дома Когда до нашего городка Оставалось Вот не больше мили Я был такой голодный Что упал без сил Но на счастье Мимо проходил Какой-то горбун И отдал мне лепешку И он сказал Что это единственная Его еда На целый день Но мне сейчас Она нужнее Я съел лепешку Подкрепился Встал И вот Добрался до дома И тут Эта женщина Поняла смысл Этих слов Ваше зло Остается с вами А добро К вам вернется Мудрое Да Вот И мы напоминаем Что наш телефон 9306383 Евро 42 За звонок Помогает 17-летнего мальчику Матису Лиманесу Который живет В поселке Нитауре Собрать деньги Ему нужно 3880 евро Чтобы Заказать И изготовить В Эстонии Специальный Поддерживающий Стабилизатор Опору для спины Вот что меня Поразило В очередной раз В этой истории Почему Это Стоит Таких денег И почему Нужно Заказывать В Эстонии Мальчик Уболожен Был По бесплатной Государственной Программе Корсет Врачи ему Выписали Корсет Ему в Латвии Изготовили И мама Поняла Что Деформация Позвоночника Продолжается Этот корсет Ему никаким Образом Не помогает Она кинулась В интернет По врачам Спрашивала У мам Детей С такими же Проблемами И ей Посоветовали Что надо Поехать На консультацию В Таллин Потому что Там есть Вот эта Клиника Артозимейстер И уже Вот буквально Каждый месяц Мы сталкиваемся С семьей Которая ездит Заказывать За деньги Артозы Ортезы Корсеты Именно в Таллин Потому что Мастера В Латвии Просто Ну вот нет Мастеров Или у них Нет опыта Или у них Нет знаний Они не могут Изготовить Детям нормальную Артезу И вот каждый раз Эти мамочки Задаются вопросом Ну вот неужели нельзя Взять у нас Из Латвии Отправить в соседнюю Эстонию Это же не в Индию Куда-нибудь Обучить Одного Дети Дети Натирают ноги До крови То есть Этот ребенок У него искривление Там Или суставы Или косточки Он и так-то Ходит с огромным трудом Ему нужна поддержка То есть Эти ортезы Они его поддерживают Но Натирают ногу До крови Ребенок вообще Не может ходить Ни в чем И Вот такая же ситуация С Матисом Эстонские специалисты Посмотрели Исследовали его И сказали Что вот этот корсет Который в Латвии Изготовили Что он ему вообще Никак не подходит Он его никаким образом Не держит Деформация продолжается И там уже даже задержки Ну Сложности с дыханием Когда диафрагма И позвоночник Значит Искривлены И Они Сняли все мерки И Эту опору Специальную По специальной технологии Готовы изготовить Я специально зашла на сайт Этой эстонской клиники Там он на эстонском На английском Там Новости О том Как все это дело Развивается Как они берут Какой-то мировой Лучший европейский опыт Как работают Социальные Какие-то Гарантии Там И льготы Для эстонских граждан И для эстонских граждан Это бесплатно Вот А у нас в Латвии Бесплатно то Что вот никому не подходит То что дети плачут Мамы плачут И все равно Каким-то образом Их дорожка Приводит в Эстонию Потому что Это самый Ближний вариант И там почему-то Специалисты Могут сделать так Как человеку Будет хорошо Телефон 930-6383 Очень родители Просят Нашей поддержки Вот А еще хочу сказать Что мальчишка Очень славный Меня Вот до слез Тронуло Знаете что Мы делаем Публикацию Рассказываем Историю Вот человека Которому нужно Помогать И чтобы Поставить ее На сайт Или опубликовать В газете По четвергам В газете Сегодня Выходит Большая История В рубрике Зеленая лампа История любви Нам нужны фотографии Вот мы просим Значит матис Пришли пожалуйста Фотографии Знаете что он прислал То есть он прислал Где он В инвалидной коляске С букетом цветов В костюме На выпускном вечере В девятом классе С одноклассниками Сам отдельно С родителями А остальные фотографии Какие То есть когда В шесть лет Мальчик Начались проблемы И с шести до двенадцати Он еще Ну на своих ногах Ходил Вот он прислал Как он на велосипеде Ездит И как он С друзьями Под дождем Бегает В таких вот Пластиковых Разноцветных Плащах То есть И еще черно-белая фотография Где просто он очень уверенно Ну вот Стоит Позирует Еще до Инвалидной коляски Вот Очень Очень хочется Помочь мальчику Потому что он У него Очень много Хобби И увлечений Так как он Он проводит Много времени Дома Он разбирается В компьютерах Мечтает Заниматься Компьютерными Науками Очень хорошо У него получается Разбираться С компьютерными Программами Рисует Фотографирует Агния Вот ты тоже Преподаешь Детям Да Живописи Рисунок Вот скажи Как тебе кажется Какова вот цель Занятий Живописи С детьми Вот можно просто Технически взять И научить Приемам Рисования И навыкам Или все-таки Там есть что-то Глубже Я думаю Что вообще Цель Любой работы С детьми Это Помочь им Расти И каким-то Образом Воспитывать И Понять Что Жизнь их Интересует Ну Цель Чтобы дети Были Мудрее Счастливее Красивее И так далее Но через рисунок Очень многим вещам Ну То что Учить творчеству Я даже не знаю Можно ли так это назвать Дети приходят Они Не то что учатся творчеству Они учатся Они хотят скорее Вот эти Правила игры Новую игру изучить Но по каким-то правилам Самое страшное Они все хотят Свободной темы Все хотят Что-то Вот свое хочу Потом Ты им позволяешь Хорошо Делай свободную тему Будь свободный Свободный художник Свободный Теперь Так Они так Унывают Унывают Не могут ничего придумать Потом ты начинаешь Ему помогать Опять Даешь Какую-то Такую Подтему Опять Их направляешь Опять Помогаешь Придумать Свои Какие-то Правила Новые игры Просто Где он Больше Может быть Хозяин Этой игры Но все равно У игры Есть правила И В общем Я думаю Что мы Учим играть По каким-то Конкретным Правилам У нас Такое Классическое Образование В Латвии В художественных Школах Еще Мы учим Классическому Рисунку Ну конечно И всему Остальному Что только Что только Эта Вся сфера Преподносит Да Но я так думаю Что Детям важно Научиться В этих Правилах Быть творческими Потому что Через искусство Это еще Надо Ну это еще Коммуникации Они все равно Будут жить В правилах И как Из правил Сделать Вот этот Следующий Ход Своё Творческое Видение А как тебе кажется Вот сегодняшние Дети Они Это поколение Вот Гаджетов Дети которые Сидят в компьютерах В телефонах Вот у них Какое-то другое Видение Ну Немножко Скорее всего Другое Мы не можем Сказать Какое Именно Потому что Мы из детского сада Не сидели В этих гаджетах И мы можем Только Ну как бы От своей башни Но Конечно Другое Ну вот Когда Я им Спрашиваю Что-то рисовать Он сразу Включает телефон И сразу Ищет Какую картинку Он сейчас Скопирует И Там Поставит В свою композицию То есть Он уже думает Этими Блоками Блоками Да Да То есть Это Нехалками Неплохо Да Я не знаю Это вообще Я думаю Это свойство Мозга Человеческого Он думает Он облегчает Себе жизнь Он думает Вот такими Вообще Это стереотипами Мне кажется Это очень много На это и играют Современно Искусственно Искусственно На стереотипах Очень много Используется Это Как уже Художественный Образ Но Но чего-то Теряется Эмоциональное Что мы Как предыдущее Поколение Как бы Считаем За ценность Это Как бы Им так Не так Интересно Но Наверное Надо Как-то Попробовать Играть И по их Правилам И чтобы Они Сыграли Немножко По нашим Правилам Как тебе Вообще Вот кажется Вот это Вот наше Концептуальное Современное Искусство Когда Мне очень нравится Пример Две галереи Пример Нескольких Последних лет Две галереи Выставочные В Италии В Бальзана И в Бергамо Когда Почему-то Это два примера Из Италии Просто итальянские Уборщицы Пришли И выбросили Арт Объект В одном Месте Это было Набросанные Бутылки Окурки И это Был Художественный Объект Связанный Как-то После вечеринки А в другом Месте Уборщица Там были Набросанные Печения На пол В какой-то Определенной Форме Ну и одна И другая Уборщица Они решили Что это Мусор Они взяли И все это Просто убрали Вот это искусство Это может быть Такой Примитивный Взгляд Сейчас Искусство Контекстов И все это Надо в целом Воспринимать Но В общем Там Немножко На того Чтобы ты Вообще Ее Понял И вообще Какая-то Коммуникация Происходит Бывает Что у него Эти правила Есть Но Тот Который Ну Это смотрит Но он Не может Не может Это никак Понять Что о чем О чем там Что Ему только Агрессивность Какая-то Выплывает Либо Многие Просто делают Вид Что да Да Как интересно Я понимаю Какое Интересное Уголовение Какая концепция Мне больше нравится Честность Но еще Конечно Надо Иногда И вдуматься Что там О чем-то Ведь и думал Ну Как-то так Понять Понять Но все равно Какие-то Очень Хорошие Работы Существенные Такие Художественные Явления Они почему-то Затрагивают Всех Потому что Они Настроены На такой На глубочайший Человеческий Такой Эмоциональный Уровень Они затронут Всех То что Трогает Нас Живое То Нас Трогает И мы Тогда И плачем И радуемся И смеемся Но я думаю Что У искусства Есть Вот эта цель Затрагивать Нашу душу Наша программа Подходит К концу И Не могу Не спросить Очень Меня еще Интересует Агния Твой проект Связанный С Ливским Берегом С Мазырбы А Меня Само Интересует Агния Удалось Туда С курсами В предыдущих Оленях Вот Которые Мои друзья Одна семья Этот Пленер Устраивает И мы С Однокурсницей Евой Лепеней Вот этот Проект Уже проводим Уже был Пятый год Ну Там Уникальность В том Что Мы Объезжаем Местных Людей Которые Еще с корнями Там В этой земле У которых Есть рассказы И очень Интересные Коммуникации Этот проект Больше такой Антропологический Чем художественный Может быть Ну Хотя мы Стараемся Делать Но Художник Он Сразу В таком Концептуальном Смысле У него Есть идеи Потом Он идет Где-то Что-то Черпает Какой-то Материал Обрабатывает У нас Эти люди С которыми Мы работаем Они как бы Важнее Нас В один момент Потом Мы из этого Пытаемся Что-то Уже Сделать Ну То есть С таким Большим Уважением К тем Людям Которым Нас Привели И чьи Рассказы Мы слушаем И которые Открываются И у нас Еще одна Дополнительная Вещь Что Хочется Вот Было Один год Было Кинорежиссер Оператор Из Литвы Правда И она Снимала Этот процесс Общения Художника С моделью Это было Так интересно Мне в голове Этот проект Живет Он еще Не реализовался Поэтому Нельзя так Много Говорить Но мы Желаем Успехов И удачи Во всех Не только На проекте Связанном С Ливским Берегом Во всех Проектах Агния И Действительно Какую Замечательную Мысль Ты сказала Что Вот Интерес К человеку Это самое Главное Когда пишешь Портрет Ты Влюбляешься В человека Ты не можешь Я не могу Ему навредить Что-то такое Все Я его люблю В тот момент Отдаю свою Энергию Он мне Свою И Буквально Несколько секунд Мы тебе даем Скажи что-нибудь Пожелай Нашим радиослушателям Ой Ну Доброта Это Это действие Это Не надо О ней Так много Говорить Ее надо Воплощать В жизнь И чем Ты больше Сделаешь Доброт Тем Счастливее Сам Будешь И Чтобы Открывались Души В Латвии Они Немножко Какие-то Такие Зажатые С нами С нами Была Художница Агния Германа И я Вам Очень Рекомендую Зайдите Просто В гугл Заведите Агния Германа Картины Посмотрите Какая Это Красота Вы Получите Огромное Удовольствие И просто Прививку Красоты Всего Вам Доброго И До Следующего Вторника